Здравствуйте, меня зовут Долганина Ольга Андреевна, и я клинический психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт. И сегодня мы с вами поговорим, что делать, если пропадает интерес на новой работе. Каждый раз на новой работе быстро пропадает интерес. Почему так происходит? В начале нового дела мы часто испытываем вдохновение и интерес. Но спустя какое-то время рутина поглощает нас, и тогда уже интересоваться новой работой не так просто. Важно помнить, что контроль интереса связан не только с самой работой, но и с вашими способностями контролировать этот интерес. Постепенно усложняйте рабочие задачи. Наш мозг создан для того, чтобы учиться. Еще один вариант – это пройти обучение или взять новый проект в работу. Тем самым вы будете контролировать свой интерес. Помните, интерес к деятельности не рождается сам по себе. Изначально у нас есть поверхностный интерес, который исходит из любопытства, и это наш первичный интерес. Но более глубинный интерес требует от вас большего внимания, постановки целей и задач, и контроль собственного фокуса. Как заставить себя работать, если я не хочу, боюсь? Каждый из нас когда-то сталкивался с ситуацией, когда ему не хотелось работать. На самом деле далеко не все действия человек выполняет исключительно из огромного желания или вдохновения. Давайте сначала разберемся, что делать, если я не хочу работать. Мы действительно можем не хотеть выполнять определенные действия. Но важно ориентироваться именно на долгосрочную перспективу. Да, я не хочу это делать. Но какова долгосрочная перспектива этого решения? На самом деле долгосрочная перспектива касается не только вопросов про работу, но и любого действия. Например, режима питания. Да, я действительно сейчас не хочу выдерживать режим. Но готов ли я к негативным долгосрочным последствиям? Обязательно после каждого «хочу» или «не хочу» задавайте вопросы относительно перспективы. Готов ли я к долгосрочным негативным или позитивным последствиям своего решения? Также обязательно после каждого решения относительно «хочу» или «не хочу» возникает вопрос, а готов ли я тратить свои ресурсы на выполнение этой задачи или исполнение этого желания? Мы на самом деле очень часто мучаем себя определенными «хочу». Я хочу этого, но я не готов тратить на это ни усилия, ни времени. И тогда не стоит требовать от себя исполнения данного желания. Второй вариант – это если я боюсь начинать новую работу. Здесь крайне важно разобраться, чего именно вы боитесь. Возможно, вас пугает негативная социальная реакция или страх совершить ошибку, или вы боитесь, что вы вовсе не справитесь и окажетесь полным неудачником. Каждое из этих опасений важно разобрать. И для этого вам могут помочь следующие вопросы. Первый вопрос – что самого страшного может случиться? Пропишите себе катастрофизирующий сценарий. Второй вопрос – что случится самое лучшее? Здесь создайте максимально благополучный сценарий. И третий вопрос – что случится на самом деле? Вот здесь важно контактировать с реальностью. Следующий вопрос – это насколько реалистичны эти опасения? Я напоминаю, что катастрофа случается исключительно у вас в голове. И заключительный вопрос – и даже если это случится, значит ли это, что вы не сможете с этим справиться? И важное напоминание – практически всегда человек расценивает наличие страха как реальную опасность или угрозу. На самом деле это далеко не так. Даже если у вас есть страх новой работы, это не значит, что как будто бы вам грозит реальная опасность, и вам не обязательно на него ориентироваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова